Сейчас мы с Томом поднялись на второй этаж автобуса. Здесь, как мы видим, никого нет. Видим маршрут не очень популярный, но мы направляемся к первой нашей обзорной площадке, которая располагается в здании Международного коммерческого центра. Сейчас мы уже наконец-то добрались до Sky 100, взяли наши билеты, которые заранее покупали, но существует небольшая сложность, потому что при покупке билета день в день, то вам их приходится ждать несколько часов, и лучше, конечно, покупать их заранее. Так они нам обошлись в 120 гонконгских долларов, а стандартная цена, если покупать их на месте, 198 с человеком, ну если вы не ребенок и не пенсионер. Вообще, лучше всего билеты ловить на различных агрегаторах, существует очень много, как это сделали мы, но имейте в виду то, что сказал Кирилл, потому что мы не знали, и нам пришлось немножечко ждать, чтобы получить свои билеты. Сейчас мы уже зашли в лифт и отправляемся на сотый этаж, именно поэтому эта обзорная площадка называется Sky Stop, и до сотого этажа мы будем подниматься за одну минуту. Это метры, это не этажи, по-моему. Ой, мне уже начать закладывать. Мы поднимемся на высоту примерно 350 метров, это будет сотый этаж, и по мере вашего приближения кверху у вас действительно закладывает души, потому что лифт сверхскоростной. Ну, у меня, конечно, нет таких сильных впечатлений, у меня просто немножко закладывает душа, и все. Итак, мы уже преодолели отметку в 350 метров. Финальная точка 393 метра. Забыли вам только сказать одну особенность этого места и нашего пребывания в Гонконге. Здесь мы находимся порядка одной недели, и каждый день здесь очень облачно, туманно, дождливо, и сегодняшний день не стал исключением. Поэтому весь путь, который мы проделали к этой обзорной площадке, оказался напрасным, потому что вид у нас вот такой. Точнее, никакой. Это, знаете, как вы покупаете кота в мешке. Вы можете купить билеты день в день, прийти сюда, и ничего не уйти. Ну, надо сказать, что мы пытались ждать погоду, но у нас сегодня последняя возможность побывать на этой площадке. Чуть-чуть проглядывается здание, но совсем-совсем чуть, я думаю, даже через камеру не видно будет. Вот здесь я могла бы сидеть на облочке и делать красивые фотографии, но сейчас эта облочка совсем не радует, потому что вида из окна никакого абсолютно нет. Помимо этого, здесь есть кафе от отеля Рис Карлтон. Не знаю, как и почему именно здесь они. Возможно, они на каком-то этаже здесь находятся. Еще фото-зоны. Также, помимо этого, можно... Поближе было бы посмотреть специальный телескоп. Ну и поскольку с обзорной площадки ничего не видно, нам приходится развлекаться другими способами. Существует приложение Sky 100, которое вы можете здесь бесплатно скачать по Wi-Fi, который здесь также есть, и делать смешные фотографии. Вот, например, есть такая стена с облаком. На нее вот можно рядом лечь, и получается следующая снимка. Получаются интерактивные фотографии. Ну, вот так это выглядит. Также есть еще другие варианты фотографий. Допустим, вы можете в руку взять билет. Вот такие вот входные билетики можно взять в руку. И через приложение активировать. Вот сюда снимай. Активируем, подносим. И видим самое высокое здание в Гонконге, на котором мы с вами и находимся на сотом этаже. Вау, мэйджик, мэйджик. На фоне тумана. Ну, а в этот выпуск, я думаю, мы ставим просто вам кадры из свободного доступа, как на самом деле должна выглядеть эта обзорная площадка с видом на 360 градусов во все стороны, когда здесь прекрасная солнечная ясная погода. Вид примерно открывается вот такой. Смотрите. Друзья, как вы знаете, в Гонконге много высотных зданий. В основном это бизнес-центры, различные международные компании, дорогие отели, бутики. Но также в Гонконге встречается и муниципальное жилье, похожее вот на это здание. В простонародье оно называется дом монстра. Я знаю, что сюда очень многие приходят, фотографируются, могут посмотреть, какие кадры здесь делают. Они, конечно же, получатся мурачные, с одной стороны, с другой стороны они заворачиваются. В этом месте располагается пять многоэтажек, которые соединены по типу русской буквы Ш. И они образуют такую интересную конструкцию из этих домов. В этом доме-монстре по разным оценкам проживает около 10 тысяч человек. На улице уже окончательно стемнело, а мы приехали, наверное, на самую популярную точку, которая находится на острове Гонконг. Называется она Пик Виктория. Мы добрались на метро, до станции Централ, и теперь идем пешком к вагончику. Мы поедем либо на вагончике, либо на автобусе. Совсем скоро решим. Ну, а вам предлагаю полюбоваться ночным Гонконгом. Спустя, наверное, минут 7-8 мы дошли до вагончиков, который называется Пик Трэн. Сейчас узнаем стоимость подъема. Пока проходим по красивой дорожке. Там вагончики тоже были справа-слева. Стоимость билета на вагончик, который вас доставит до вершины, 62 Гонконгских доллара в одну сторону. Если вам нужно в две стороны, то получается 88. Но мы сейчас приехали поздно. Последний поезд 10 часов, мы думаем, вдруг не успеем, поэтому взяли в одну сторону 62 человека. Пока мы поднимаемся на эскалаторе наверх, еще пару слов о ценовой политике. Помимо билетов на вагончик, на фуникулер, который вы можете приобрести, также можно сразу взять комбо-билет с вагончиком и посещением обзорной площадки. Но, насколько мы знаем, совсем рядом существует бесплатная обзорная площадка, и почему бы нам на нее не сходить? Да, поэтому мы взяли билет только лишь на вагончик. Поднимаемся на вагончике под углом 45 градусов, резко вверх, но по сторонам сейчас очень темно снимать, потому что солнце село, поэтому надеемся увидеть красивые виды уже сверху и оттуда поснимать. Надеюсь, вечером смог нам не помешает. Еще очень интересно смотреть из окна, потому что здания, они видят, как они являются наклонився к их вы. Как будто они наклонены, но на самом деле наклонены мы. На фуникулере мы ехали буквально 5 минут и уже находимся на вершине. Здесь также находится музей Мадам Тесо. Режим работы 10 утра до 7 вечера, стоимость входа 329 на босских долларов. Мы в подобном музее были в Амстердаме, поэтому решили пропустить эту активность. В отличие от платной смотровой площадки, которая называется The Sky Terrasse 428, мы с Томой поднялись на бесплатную. Как ориентиром может служить кафе Starbucks, которое находится неподалеку. И с нее открываются тоже вполне впечатляющие виды. На остров Гангкот. Вообще считается, что это самая высокая точка острова Гангкот. И раньше здесь жили самые неликые люди, потому что здесь они прятались от жары и наслаждались от холода и ветром, как и сейчас. Но высота этой точки чуть выше, чем 550 метров. С обзорной площадки открывается вид на остров Гонконг, на полуостров Коу-Лун и на гавань Виктории, которая соединяет эти две части Гонконга. Виды по обставищу, такие красивые здания высокие. Единственное, обязательно берите с собой теплую одежду, потому что, видите, будет очень сильно. Я сейчас так замерзла сильно. Особенно в вечернее время. Ну что, друзья, немножко посмотрели, полюбовались обзорным видом и теперь отправляемся греться на вкусный ужин. Наконец-то. Субтитры подогнал «Симон» Мы пришли в модный индийский ресторан «Чайпала». Узнали, что здесь есть деконструкционное меню на двоих. Мы его заказали. Стоимость 480 грн. долларов. И нам уже принесли наши закусочки. Это тако с говядиной хрустящей. И также принесли наши напиточки. Шампанское персек. Нам уже принесли следующее блюдо. Это тушеные гренетки в соусе. Курочка также в соусе. И закуска, которая называется «Кури». Курочка в хрустящих шариках. Ранее мы уже такое пробовали. Здесь у меня есть еще небольшой кушинчик с соусом. Добавляем его внутренним шариком. Внутри овощи, нут, небольшая острота. Вкус необычный. И очень вкусный. Интересные столовые приборы. Мне кажется, я не видела много хранения. Проветочка. Очень вкусные креветки. Я чувствую, что они обжаренные. Соус похож немножечко на карри. Но для меня главный преимутип, что эти креветки очищены. Так, пробуем специальный тапо с говядиной. Мне кажется, там еще соус из авокадо есть, да? Такой кулакамольный типа. Не только. Здесь еще немножко на индийский манер сделано. Там еще курчащий лук, авокадо-соус, говядинка. Знаете, в таком индийском соусе. С индийскими специями. Нам вообще рассказывали про это место, что здесь совмещена индийская кухня. Такая на современный манер, скажем так. Поэтому здесь и музыка играет, не совсем индийская. Это такая микс. Но это очень интересно и очень нежно. Давайте попробуем еще одно блюдо. Мне даже затрудняется описать. Это блюдо. Но это немножко даже похоже на некий паштет. Как будто это как куриный паштет. И здесь посыпан сладким соусом сверху. Полит, посыпан. Вот это получается сливочный соус. Какой-то как ягодный. И добавлено небольшая остринка. Но консистенция как плотный паштет. Нестандартная индийская кухня. Вот такой я еще не пробую. Нам принесли наше основное блюдо. Это мясо тандури, а также лосось. Очень красивая подача. Такой жердочки. Двухэтажный. Получается, сверху у нас мясо на кости. Снизу у нас лосось. Давайте скорее попробуем. Ну что, прям так? Да. Папа, дожди, у тебя соус есть. Пожалуйста. Да, есть соус. Лимончик еще. Это такой классический мятный соус индийский. Великолепное мясо. Видите, такая прожарка. Medium rare как будто. Ну, оно не жареное, но как будто medium rare. Давайте попробуем еще кусок лосося. Я бы сказала, что это кусок лосося. Это просто кусище. Кусище. К нему идет другое соус, обратите внимание. Это что-то нечто на гуакамоле похоже. Ну, мясо просто, даже вилкой протыкается, я просто без усилий. Ну, вернее, лосось без усилий. О-о-о. О-о-о, нежнятина. Нежно-розовые кусочки. Выглядит, конечно, это просто фантастически. Чуть позже мы отнем соус. Ммм. Да, лосось определенный, это фаворит. Фаворит. Если мясо на кости просто вкусное, то лосось просто нежнейший, великолепный. А теперь соус. Ммм. А соус это как гуакамоле действительно оказался. Соус с авокадо. Я думаю, что соль стоит попробовать его скорее. Особенно лосось. Ммм. 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 Попробуем блюдо, которое называется butter chicken. Приготовленное в нежном соусе карри с добавлением пропорционного молока. Курочка нежная. Кокосовое молоко действительно чувствуется. Также у нас еще есть лепешки. Давайте... Потому что... Как будто мы только что испекли их. Что за лепешки? Лепешка там карликна, чесночная. В ресторане становится все шумнее и шумнее. Люди подходят. Непонятно откуда столько желающих побывать в этом ресторане. Мы думали придем сюда. Никто не знает об этом уютном, великолепном месте. Но нет. Пробуем дал. Да, это индийский супчик с чечевицей. С чечевицей. С чечевицей. С чечевицей. Так, пробуем. Ммм. Очень густой, насыщенный. Ммм. Ммм. На самом деле все порции, которые нам приносят, они может быть и кажутся небольшими, но они на двоих прям достаточные. Он получается и острый, и с маслом. Там прям... Достаточно жирный супчик. Ты, наверное, не помнишь, но этот суп часто выручал в Центральной Индии, когда мы мерзли и потом его заказывали. Да, но здесь он очень густой. Он прям как... Как подливка такая. Еще у меня лепешка. Лепешка с кокосом. Вот есть... Гарлик на... С чесночком лепешком. А это получается коконат на... С чесночком лепешка. Гарлик на... С чесночком лепешке. Гарлик на... Безусловно. Кокосом лепешка. Взрыв. Один из них. Это мус. Ну, так называемый индийский мус. Панакота. В Индиан стайл. Да. Сверху он палит небольшим сиропчиком из манго. В качестве напитка мы также заказали масала-ти. Масала-ти вы видели, как нам их подавали, наливали. То есть, какая целая процедура. Ну, а касательно десерта, то на самом деле очень густой. Обычно муссы, пудинги, они такие нежные, воздушные. А здесь прям очень плотная консистенция. Но вкусно. У нас есть еще один десерт. В ресторане становится все громче. Традиционный индийский. Давайте тоже пробуем. Покойно. Десерты также входят в декустационное меню, поэтому до конца не знаем все ингредиенты. Но это должно быть некое, ну как некое яблоко. Но яблоко оказалось из теста. А, мы такое пробовали в Индии, помнишь? Получились такие некие шарики. Шарики, которые, наверное, где-то в масле, да? В сиропе. В сиропе, да. В сиропе, да. Они, наверное, пончики еще похожи, да? Да. Что-то вроде пончиков. Пончики в сиропе, да. Очень похожи. Ну, и масала-ти давайте попробуем. М-м-м. М-м-м. Шикарно. 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 Густой, насыщенный вкус. Тот самый индийский масала-тиж. Именно в его лучшем проявлении. Пока ты пьешься, я покажу атмосферу в ресторане. Смотрите, ребята. Вы Phoebe. М-м. Вышли уже из шумного ресторана. Здесь, конечно, людей не меньше на улице. все продолжают гулять. Такое чувство, как будто ничего не изменилось, что днем, что вечером, очень много людей. И это, значит, такая особая атмосфера Гонконга. Мы желаем всем побывать, друзья, в Гонконге, посмотреть на эту атмосферу. Ну, а с вами мы прощаемся. Любые вопросы пишите в комментариях и не забывайте ставить нам лайки. Всем до новых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok